здравствуйте мои подписчики и гости канала сегодня я представляю вашему вниманию обзор книги андрея платонова котлован книга андрея платонова котлован была написана в двадцатых годах 20 века в тот момент когда в советском союзе в советской россии шла коррективизация и основной риторикой государства было построение социализма андрей платонов описывает в своей книге о том как собрали людей для того чтобы вырыть котлован для строительства дома в котором будет жить весь пролетариат советской россии это коротко о том о чем книга книга писалась в непростое время и и она не была издана официально в двадцатых тридцатых годах а была издана только лишь под закат советского союза в а до 1987 году в двадцатых и тридцатых годах книгу запретила цензура но книга издавалась в сам издате что такое сам издат сам издат здесь стоит напомнить о том что пока был советский союз в общем-то и нигде в мире не было в то время да и вплоть до наверное до конца 90-х годов ни у одного человека него не он него практически ни у кого в мире не было персональных компьютеров либо их еще не создали либо они были слишком дороги как мы помним первый приз персональные компьютеры это появились это компьютер apple в середине восьмидесятых годов и они стали более менее доступны для простого человека и это сейчас у каждого из нас в доме есть и компьютер и принтер а у кого-то и 3d принтер но тогда в двадцатых годах если какую-то книгу запрещали то оставался только один путь чтобы эта книга нашла путь к своему к своему читателю это сам издат это когда текст книги переписывался вручную или перепечатывался на печатной машинке под копирку перепечатывался так что 3 3 или 4 копия была слабо читаема или не читаема вовсе но даже так такие вот сам издатов ские книги разлетались огромными тиражами однако в этом были свои издержки те люди которые перепечатывали сам издат те люди которые хранили сам издат они подвергались очень большой опасности потому что если государственные органы например милиция или кгб или еще тот найдет хотя бы часть этой самой издатовской книги то грозили очень серьезные последствия вплоть до уголовных дел за измену родины и ссылки в лагеря а поэтому те кто распространял такие сам издатовские книги они очень сильно рисковали прежде всего рисковали своей жизни и платонов он пишет котлован это повесть повесть котлован он пишет чтобы показать что построить он где делает такую аллегорию или иносказание говорит говорит о том что происходит с коллективизации какие есть перегибы на местах что невозможно построить здание для всего пролетариата и он описывает как рабочие роют котлован что с каждым днем они хотя и что-то делают но работа не не продвигается никаким образом то есть таким образом в вот эта повесть котлован напоминает антиутопию она сейчас она как бы про она она уже проходит как антиутопия то есть то что нельзя достичь никакими средствами и платонов он его понять очень тяжело если не знать от того контекста о котором пишется в книге кратко я этот контекст изложил выше и это повесть она состоит из ну в кавычках как бы из трех частей на самом деле это единое слитное произведение а начинается все в городе потом повествование продолжается в сельской местности не рассказывается про раскулачивание и переходит опять в город и одной одним из персонажей является девочка настя которую находят на забросе в заброшенном доме и приводит в барак где она начинает символизировать новое поколение которое родилось уже при советской власти и это поколение на него возлагается очень скажем так большая надежда и платонов опять использует вот этот образные 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 повествование и он под конец книги он показывает как эта девочка умирает опять же из-за голода из-за того что зима настала из-за из-за каких-то причин но со смертью этой девочки умирает надежда на 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 то что этот котлован может быть когда-либо достроен потому что герои связывали то что эта девочка новое поколение новая кровь советская новая советская жизнь не случилось возможно из-за этого цензура и запрещала публикацию этого произведения в течение почти 60 лет произведение читается очень тяжело потому что текст вязкий и зыбкий и есть элементы новояза и этот этот эту повесть несмотря на то что она достаточно небольшого размера книга тут может быть 250 нет даже меньше 200 меньше 200 страниц в мягком переплете такой покетбук мне ушло где-то наверное чуть больше месяца на на то чтобы это прочитать потом по 10 по 8 10 страниц каждый день по чуть-чуть спасибо вам за внимание что вы досмотрели этот отзыв до конца если вам интересно смотреть слушайте мои отзывы то подписывайтесь на канал вот здесь положу плашку на какой-то из-за предыдущих отзывов которые я делал также я рекомендую вам послушать отзывы на книги айзека зимова который был уже пропагандистом мы скажем так научно-технического прогресса на этом я с вами прощаюсь я желаю вам всяческих успехов и до новых встреч 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 Продолжение следует...